Всех благ и пусть будет мир. Сегодня затрону ряд важных вопросов, касающихся внутренней повестки, внешней политики, ситуации в регионе и ряд других вопросов, болезненных для нашего государства, которые могут определить ход будущей истории нашего государства. Но вначале я бы хотел обратиться к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, это мое обращение, пусть будет официальным, к министру обороны Сурену Папекяну. Я вот буквально недавно случайно, так получилось, что я вынужден был ехать на такси, не успевал, и водителем оказался отец капитана вооруженных сил республики Армения, Нарека Налбандяна, который был ранен 4 месяца назад в районе Вардениса. И эта ситуация касается не только его, но и его сослуживцев, которые получили ранение. Я просто оказался случайным разговором его по телефону, но я попросил разрешения у него озвучить и поднять этот вопрос. Потому что услышал страшный для меня разговор, и, честно говоря, у меня чуть сердце не остановилось. Его сын, получив ранение, отец звонил, искал лекарства для своего сына стоимостью 13 тысяч драм, которые обязаны ему выдавать в государство. Но по разным причинам, то в аптеках нет, то у них на складах нет, то еще чего-то нет. И отец вынужден искать не только лекарства для раненого капитана, но и 13 тысяч. Ну, я, конечно, не мог пройти, но должен был помочь, я помог. И более того, при разговоре с отцом выясняется, что этот капитан не получает несколько месяцев зарплату. Это вопиющая вещь, это непостижимо, это невообразимо, это невозможно себе представить. Ситуация в семье такова, что отец вынужден искать 13 тысяч грамм, чтобы купить лекарства для своего сына, капитана вооруженных сил Республики Армения. Я говорю со слов его отца, и был свидетелем разговора, я попросил, сказал, что у меня сейчас будет эфир, и дает ли он мне разрешение это высказать. Я обращаюсь к премьер-министру, к представителю комитета по обороне и безопасности Андронику Кочаряну, к министру обороны, начальнику генерального штаба, начальнику управления медицинской службы. Это катастрофа. Вы говорите нам о реформах. Реформы это в том числе и социально-экономическая забота о наших военнослужащих, офицеров, контрактников, прапорщиков, солдат, сержантов. Реформы это не только закупка вооружения и так далее. Реформы это прежде всего боевая единица, это человек. Конечно, то, что я услышал и мне рассказали по дороге, страшно. Я обращаюсь еще раз с требованием, как гражданин Республики Армения, положить конец этому бесчинству, непрофессионализму и оказать помощь раненому офицеру вооруженных сил Республики Армения. Это катастрофа. Я думаю, вы меня услышали. Этот вопрос должен быть решен. И семью не должно интересовать, где вы и как вы найдете лекарства. Это ваша задача. Вы получаете зарплату на деньги налогоплательщиков Республики Армения. Я бы таких людей вышвырнул бы уже давно на улицу, лишил бы работы и уволил бы из рядов вооруженных сил. Я обращаюсь еще раз с требованием, не с просьбой, а с требованием решить этот вопрос. Решить. Стыдно. Стыдно. В следующий раз сами возьмете автомат и пойдете на поле боя. Я хотел бы вернуться ко вчерашнему дню. Мне присылали очень много записей. Я вообще сам не очень люблю смотреть работу парламента, потому что считаю, что это такая безнадежная, абсолютно бесполезная вещь в нашем государстве. Но то, что я вчера услышал, увидел, я не скажу, что это для меня шок, для этого все достаточно, к сожалению, это стало нормой поведения в парламенте. Я бы хотел вернуться. И еще раз хочу сказать, я не защищаю действующую партию гражданский договор. Я их не защищаю, там моих друзей ни одного человека нет, даже товарищей там нет. Даже нет, кого уважают там, потому что я там никого не знаю. Ну и по многим параметрам, они меня вообще не интересуют. Но я бы хотел затронуть тему в целом поведения парламента Армении. Это позорное явление, которое я вчера увидел. И поведение Левона Кочаряна от фракции Аэстандашинг, блок Армении. Послушайте, я сейчас вернусь по деталям. Во-первых, идет трансляция. Наш слышит и смотрит, и анализирует телевидение, в том числе и наш противник. Посольства разные анализируют, смотрят, что происходит. Говорить подобным наглым тоном в парламенте, провоцировать ситуацию, в парламенте, это недопустимо. Тон оппозиции был очень наглый. Очень наглый и оскорбительный. И потом тут вопрос не в том, что нравится Ален Симоньян, нравится Никол Пашиньян или не нравится. Это государство, это парламент. И говорить с таким тоном, я вообще на месте бы Никол Пашиньяна даже не вышел на трибуну и не стал бы отвечать Левону Кочаряну. Так разговаривать в парламенте, еще раз повторюсь, никого не защищаю. Я говорю с точки зрения государства и государственника. Разговаривать с таким тоном на весь мир, с премьер-министром и в целом переходить на «ты» неприемлемо. Неприемлемо для государства. Для вас, может быть, это приемлемо, это ваша норма поведения. И что вы хотели вчера вам сказать? Что делает оппозиция? Постоянно критикуют, критикуют. Вы забыли, когда вы там несколько месяцев вообще не приходили в парламент? Типа игнорировали. Но при этом получали зарплату. Давайте скажем так. Какой закон? Я еще ни одного нормального предложения, чтобы вы предложили принять какой-либо тот или иной закон, не слышал от вас. У вас только позиция конфронтации, критики, но никакого предложения. Вы ничего не предложили. Поэтому я вообще не понимаю роли места этой оппозиции в парламенте. Оппозиция не понимает одну вещь, но в силу ряда их причин, они не политики, не профессиональные политики, там все люди случайные. Они никак не хотят понять, что системная оппозиция в парламенте это тоже власть. У нас сторона парламентская, и вы тоже являетесь частью этой власти в меньшинстве, но власть. И поэтому, когда вы не принимаете участие в работе парламента, когда вы не предлагаете ровным счетом ничего, но только создаете провокационные ситуации, над которыми смеется весь мир и позорите, это недопустимо. Теперь, что касается критики в отношении предложения армянской власти, в отношении контроля над вооружением, который сделали предложение для азербайджанской стороны. Значит, смотрите. Давайте я сначала начну с оппозиции. Так бывают люди, которые просто берут мандат, используют, чтобы просто не сесть в тюрьму. Конечно, никому не желаем там сидеть. И даже врагу тоже не желают там сидеть. Хотя некоторых надо. Но вы же, у вас ничего святого нету. Вы используете мандат. А что такое мандат? Мандат это доверие народа. Представлять ее в законодательной власти. Представлять народ. Работать во имя народа и служить народу. Но вы этим мандатом пользуетесь, как перекидного дурака в карты, переводного. Значит, вот так бывает с тем государством, которое позволяет себе покупать, продавать мандаты, отказываться в пользу кого-то, чтобы вы... Пассиансы раскладывают. Народ вам не дал мандаты для того, чтобы вы эти мандаты использовали в своих личных корыстных интересах. Теперь, что касается предложениями контроля над вооружениями Азербайджана. Ну, а что с оппозиции? Во-первых, давайте начнем с вас, Ливан. Особенно с твоих родственников ближайших. Что вы, находясь с 97-го года во власти, сделали для вооруженных сил? Что? Что вы сделали для государства? Я вот сейчас попунктно говорю. За 10 лет вашего правления и 10 лет правления Сержа Саркисяна вы построили военно-промышленный комплекс, вы построили высокоразвитую производственную часть какую-то в Армении, вы что-то стали производить, создали заводы, научно-исследовательские центры, что вы создали, а что вы сделали с вооруженными силами? После вас Армения имела ПВО с 78-го года выпуска. Вы хотите сказать, что вы на двоих правили 20 лет и не в состоянии были полностью обеспечить страну системами противовоздушной обороны? Если бы вы каждый год хотя бы по одному комплексу покупали, и каждый год вы покупали бы по одному комплексу радиоэлектронной борьбы, у нас бы не сложилась такая ситуация в 2020 году, которая сложилась. Что вы, когда открываете рот, что вы сделали для вооруженных сил? Вы улучшили социально-экономическую жизнь военнослужащих? Вы построили для всех квартиры? Ваш бюджет на двоих, личный, карманный, был больше бюджета наших вооруженных сил за 20 лет? Если продать все ваше имущество, разграбленное и так далее, то на эти деньги можно было бы сделать сверхсовременную армию. И в плане боевой подготовки, и в плане технического оснащения. Что вы сделали, когда вы приходите в парламент и еще что-то говорите? Вам давал кто-то право? Что вы оставили? Какое наследие в вооруженных силах вы себе оставили? Как вы назначали на должности во всей стране? Друзей, товарищей, соседей, кавор, саник и так далее. Сосед, хороший сосед, очень хороший сосед и так далее. Вот так вы назначали страну, людей на должности. И точно так же убирали. Если кто-то вам говорил что-то поперек. Когда вы говорите о военной составляющей, вы не имеете права открывать свой рот. Абсолютно не имеете права. Потому что вы ничего не сделали для вооруженных сил. И это я лично видел своими глазами. Вы за 20 лет не передали в наследство, даже этой власти, развитую систему ПВО, радиоэлектронной борьбы, современные виды оружия. Большое количество не оставили после Сержа Саркисяна. Не было большого количества на складах запаса боеприпасов. По очень важным видам вооружения. Много чего вы не сделали. А что вы сделали во внешней политике с 1997 года? Вы отвергли предложение США, Франции и России. И когда был Гейдар Алиев готов подписывать этот договор. И в том числе там должна была быть стоять третья подпись арцахцев. Третьей подпись. То есть Арцах оставался бы международным субъектом. И когда сделали три страны-сопредседателя, три державы, ядерные предложения. Вы использовали эту ситуацию, провели тихий переворот, отстранили от власти первого президента. Заняли кресло. Заняли кресло, дальше вы вывели из-за стола переговоры в сам арцах, тем самым поставив под удар всю философию, которая была достигнута в начале 90-х годов. Вы вычеркнули Карабах как субъект с международного права и оттянули одеяло на себя. Вы допустили расстрел парламента. Это я говорю, мягко допустили. Мягко. Расстрел парламента. И откинули страну еще на 100 лет назад. Все ваши катастрофические решения окунули страну в коррупционную систему с ног до головы. И потом говорите, что вы что-то там болеете за страну. Не ваши ли люди возглавляли все в Арцахе? Бакоса Акиан, Аркадий Гукасян, Арайка Рутюнян, Агановский, Шмагановский и так далее. Пошло-поехало. Все же ваши эти самые прихвостни потом оказались агентами российской разведки. Так вот, оппозиция, когда вы открываете рот, вы посмотрите назад за спину. Какое наследие вы оставили этому государству? Какое? Что вы сделали? Вы там кидаете тезисы о том, что при нас войны не было. Вас никто не боялся. Просто не было создано политической предпосылки для Азербайджана, чтобы начать эту войну. И когда они подготовились, они ее начали. Вы тоже тянули переговоры, я говорил об этом годами еще до войны. 10 лет назад, 15 лет назад. Я сказал, что вы тянете переговоры с Азербайджаном. В надежде на то, что так будет длиться вечно. И даже азербайджанские все средства массовой информации опубликовывали мое интервью, когда я сказал, что Армения затягивает время. Надеюсь, это будет 100 лет. Это, конечно, хорошо, что затягиваем переговоры. Но когда затягиваешь переговоры, должна быть стратегия, для чего ты это делаешь. Если бы затягивали переговоры, потому что вы готовились к войне и готовили страну, и делали из государства государство, я бы вас понял. Но я всегда говорил, затягивая переговоры, ничего не делая для государства, не развивая вооруженные силы, не строя военный промышленный комплекс, это время использовала не Армения, это время использовал Азербайджан. Азербайджан построив государство, создав вооруженные силы, выстроив правильную внешнюю политику, нравится вам это или не нравится, дорогие армяне, и они приукрашивают действия Азербайджана, я говорю, факт. А факт остается фактом. Они за эти годы создали государство, создали вооруженные силы, создали производственные мощности, вышли на определенный объем выпуска боеприпасов, стали достаточно автономными во многих вопросах, выстроили правильную идеологию пропаганду, воздействие на свое население, построили различные институты, отправляли своих студентов учиться в лучшие высшие учебные заведения в США, Франции, Германии, Британии и так далее. С 2002 года шли по линии оперативной совместимости с войсками НАТО, а вы в этот момент смазали голову вазелином и пихнули ее в пятую точку России, в надежде на то, что вам будет всегда все поставляться. Но вам ничего не поставилось во время войны. Границы были закрыты, и Армения оказалась неспособной перейти на самообеспечение. Вот какое наследие вы оставили. Поэтому открывать свой рот вам точно никак нельзя. Теперь вернусь я к вопросу предложения Армении для Азербайджана контроля над вооружением. Я вам скажу так, я на 80% уверен, что эта идея не принадлежит Николу Пашиняну. Это мое личное мнение, субъективное. Значит, да, я не могу давать объективное, потому что человек является субъектом, поэтому он не может давать объективную оценку. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что это разрабатывали, скорее всего, в недрах МИДа Армении. Не исключено, что это все предложения рассматривались в агентстве внешней разведки, аналитические центры какие-то, Министерство обороны, Генеральный штаб. Конечно, мне бы хотелось просто знать, кто это предложил премьер-министру. Посмотреть просто в лицо на того человека и просто сказать, мальчик, ты здесь что делаешь на такой работе? Если это было коллективное решение предложить, то я вам хочу сказать, что это катастрофа. Предлагать Азербайджану осуществлять контроль, мониторинг над различными видами оружия, по сокращению, приводя это в паритетное состояние. Объясню, почему Азербайджан на это никогда не пойдет и объясню, почему это самое тупое и дёрстское предложение, которое могло быть. Во-первых, Азербайджан не исходит только из логики во что бы то ни стало заключить мирный договор с Республикой Армении. Если Республика Армения считает, что единственный приоритет национальной безопасности и обороноспособности для Азербайджана является подписание только мирного договора, и это является единственным критерием для их национальной безопасности, то это абсолютная чушь, это абсолютная глупость. Для Азербайджана это не может являться самым большим приоритетом заключения мирного договора. Я объясню, почему тоже. Как Азербайджан, я всегда надо ставить себя на место противника. Я имею сегодня превосходство по всем видам вооружения, по экономическому запасу. Я имею превосходство в живой силе, в авиации, по складам. За моей спиной стоят как минимум два мощных союзника, Россия и Турция. Господствующие высоты у меня. Преимущество и оперативное, и стратегическое на моей стороне. Почему я должен позволять вам мониторить мою армию, говорить с вами о каком-то паритете, а что остальное я должен законсервировать, половину армии уволить, вести в свою страну еще непонятно для чего-то социальные проблемы, недовольство общества, оно может взорваться. И самое главное, почему Азербайджан должен идти на сокращение вооружений. Кстати, Азербайджан институционально превосходит нас в плане аналитики, в плане создания различных аналитических центров. Уровень Азербайджана гораздо выше сегодня, чем наш. Это я не пою дифферамбу азербайджанцам, я это говорю с болью. С болью. Я вам скажу, во что превратилась Армения. Армения превратилась в Азербайджан 1993 года. Интеллектуально, мировоззренчески, институционально. Армения превратилась в Азербайджан 1993 года, а Азербайджан превратилась в Армению 1993 года. Мы поменялись местами. Вот то же самое было с ними тогда. И был такой результат. Вы сегодня даже посмотрите уровень их телевизионных передач на политические темы, уровень их специалистов. Он превосходит сегодня все армянские телевизионные каналы на политические темы. И почти 90% экспертов. Я уже не говорю о 98% журналистов. Тут я знаю, могу, не буду называть, но 2-3 человека это максимум. По экспертам это еще хуже. Популистские дела, высокомерие и так далее. И даже в этом плане, в информационно-психологической операциях Азербайджан превосходит нас. Вот по всем линиям он превосходит. Он выстроил внешнюю политику. И Азербайджан оценивает внешние угрозы. Для него существуют угрозы и со стороны Ирана. Как бы они ни стремились к каким бы добрососедским отношениям. Для Азербайджана являемся угрозой и мы. И как бы мы ни пели песни, и какие бы дифферамбы мы ни пели, все равно мы будем всегда считать друг друга вероятным противником. У Азербайджана есть проблема еще. На севере его границы с Россией. Он не знает, что там может произойти в любой момент. Будет ли там очаги вспышки попыток переворотов. Не будет. Начнется ли там война у него с НАТО. Не надо. Поэтому Азербайджан с точки зрения национальной безопасности и обороноспособности, но в принципе это все фрагментарно входит в один котел, он оценивает риски и ущербы, возможные для себя. И он не оценивает только с точки зрения подписания мирного договора с Арменией. У него преимущество по всем параметрам. Ему особо сильно беспокоиться, подпишет Армения или нет, особо сильно и не нужно. Потому что сегодня, мы это знаем прекрасно, силы на его стороне. А силы на его стороне не потому, что мы как армяне слабы. Нет, потому что у нас сегодня институционально все слабо. У нас нет парламента, у нас нет центров, у нас нет институтов высоких, у нас нет мощного разведсообщества, у нас много чего нет, у нас нет военно-промышленного комплекса, у нас человек не может найти 13 тысяч драм, купить лекарства. 13 тысяч драм. Поэтому Азербайджан не будет соглашаться никогда. И тот, кто предложил премьер-министру вот эту концепцию контроля над вооружениями, он просто подставил главу государства. Просто тупо подставил, просто потому что идиот. Тот, кто это предложил. Вот в лицо говорю тому человеку, кто предложил это армянскому правительству, или в МИДе, или в Министерстве обороны, или в Генеральном штабе. Наверняка это все консультировалось, как это может быть, какой приоритет положить. Аналитики там, наверное, шизофреники работали. Это только мог предложить человек недалекого ума, не просчитывая, что для Азербайджана является приоритетом в области обороноспособности и безопасности. Азербайджан видит, как и мы, и как и многие другие, угрозы глобальной конфронтации во всем мире. Глобальной. Азербайджан видит, что мир скатывается к войне. И как я говорил перед Новым годом вам, и многие эксперты улыбались, там писали смешливые комментарии, фантастика, какая война, да ничего не... Увидели, как все, да? Иран, Пакистан и так далее, Сомали уже, Венесуэла, и тогда это Йемен, Пакистан. Все это сейчас взрывается. Сейчас война будет всех против всех. И не дай бог придет к власти в Америке шизофреник Трамп. Если Трамп придет к власти, мировая война будет неизбежна. Войны вспыхнут по всему миру. Я бы хотел обратиться, я знаю, что посольство США тоже нас слушает. И знаю, что там сидят представители различных служб, и военной разведки, и ЦРУ, и так далее. Ну, как обычно, во всех посольствах. Ответственность за судьбу мира лежит в том числе на силовых структурах Соединенных Штатов. Я вот вам говорю, еще не было прогноза, которым я ошибался. Если Трамп придет к власти, вы перестанете быть великой страной, и Соединенные Штаты в самое короткое время исчезнут. У вас начнется процесс развала. Трамп крайне опасен не только для всего мира. Трамп опасен еще и сам для Соединенных Штатов. Для самих Соединенных Штатов. Поэтому я говорю, ситуация в мире будет только ухудшаться. И я вам говорю следующее. К 25-му году или к концу 24-го года война, в которую, скорее всего, втянут Россию уже против Европы, будет неизбежна. Я говорю, мир идет к достаточно серьезным процессам. Вы можете там улыбаться, можете не улыбаться. Я сказал это не потому, что я, 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 я там говорю, я. Я был первый человек, который до начала Нового года озвучил все процессы и что будет происходить. После этого об этом даже стал говорить и сам президент Соединенных Штатов, и многие другие депутаты, парламентарии разных стран мира, министры обороны разных стран мира, председатели комитетов различных во всем мире, в НАТО и так далее. И сейчас каждым днем об этом все больше и больше и громче говорится. Я вам говорю, что все вспыхнет. В нашем регионе вспыхнет еще быстрее. И мы должны быть готовыми к войне. И когда Ливон Кочарян говорит, а почему вы так жестко не ответили? Я говорю, Ливон Кочарян, взял бы автомат, пошел бы, воевал с папой вместе. Сказки здесь рассказывать не надо. Не ты возьмешь автомат в руки, а такие как я и мои боевые друзья возьмем в руки автомат и пойдем. А вы будете Тойоты продавать, или Хонды, или хрен знает, что там вы там продаете еще. Когда вы говорите, надо было ответить так, чего вы боитесь, и так далее, армяне никогда ничего не боятся. Но сейчас любое время нужно использовать для усиления государства, наращивания сил. и война это не то, что вы себе представляете. Это не только вооруженные силы, это различные институты, которых мы не создали. Это различные аналитические центры, это усиление, мощная военная разведка, мощная разведка, мощная контрразведка, создание различных центров по гибридной войне, которые вы вообще не знаете. Хотя, кстати, в службе национальной безопасности мое предложение лежит, с большими картами, все было расписано, и я говорю, что если мы такой центр создадим, мы можем разваливать страны, не начиная войну, мы можем их развалить внутри. Там все расписано, вся технология, методология, как это делается. Мы такие центры должны иметь. Мы не имеем аналитические центры в генеральном штабе. А то, что там происходит, это вообще позорище, и как-то я одному высокопоставленному офицеру сказал, слушайте, говорят, у вас там великие изменения происходят. Мне человек сказал, значит, я был в самоволке. Вот, значит, поэтому я хочу сказать, Азербайджан никогда не пойдет над контроль, не согласится на контроль над вооружениями. Никогда. Потому что он оценивает не только региональные риски, но и международные процессы отслеживает. Они не пойдут на это, их национальная безопасность, не только мирный договор с Арменией, представьте, во всем мире война, Армения говорит, давайте сокращать вооруженные силы. Послушайте, эта угроза и нас касается. Завтра Турция, я не знаю, что будет с Ираном, что будет там в Азербайджане, что будет в Грузии. В такой ситуации, в которой сегодня идет мир, и не знаю, какие вам аналитические центры чего пишут, а со многими работами аналитических центров я был знаком, и знакомился, особенно, с аналитическими работами в генеральном штабе в управлении разведки. Это же детский сад. Это интернетчики. Просто все потом перекрашивают под аналитику. Я же видел, какой там низкий уровень, и пытался их обучать, целую программу создавали, мастер-классы. И в целом ситуация в стране такая. В целом. И когда я вам говорю о войне, я это говорю не только на уровне аналитики. Мои контакты в мире в различных структурах, в различных, что в натовских, что в других, и так далее, в закрытом режиме, и так далее, и есть вопросы, по которым со мной консультируются, и так далее, в целом. Да и не только здесь, и не только в Европе, и не только в России. И мы все приходим к одному выводу, а я разговариваю не с рядовыми людьми, и не с уборщицами. Так я вам говорю, что там это на полном серьезе обсуждается 25-й год. И уже об этом идут заявления, даже в открытой прессе. Но я знаю, что уже идут просчеты и в этом направлении тоже. Поэтому хочу сказать, что не будет никакого контроля, Азербайджан на это не пойдет, потому что он оценивает другие риски, угрозы и вызовы для своей страны. И только миролюбивые армянские аналитики, эксперты, или месперты, не знаю кто, мероцперты, могут предлагать такую чушь. Это реально чушь. Это реально чушь. Я хочу сказать, проблема премьер-министра отсутствия институтов вокруг него и высокопрофессиональной команды вокруг него. Это глобальная проблема премьер-министра. Это глобальная проблема. И, кстати, я хочу сказать, это не только проблема Николы Пашиняна. Я хочу сказать, что сегодня в мире очень низкий уровень политического управления везде. Везде. Ладно, у меня остается последние пять минут. Сегодня я буду короток. Или краток. Вот что я хотел сказать еще. Я буквально еще две строчки скажу на эту тему. Армению нужно усилять. Нужно менять философию, нужно менять систему управления. В 2020 году нам многое удалось сделать. Мы внутри генштаба, потому что правительство не соглашалось, но внутри генштаба мы стали эти центры создавать. Потом все это опять развалилось. Армению нужно усилять и усилять по-другому. Но я вам хочу сказать так, господин премьер-министр. Та команда, которая сегодня есть в генштабе и в Министерстве обороны, не дай бог война, я вам говорю, это на сто процентов. Это не только мое мнение. Они будут называть людей офицеров. Та система управления, которая сегодня выстроена, и когда вам говорят, что у нас все хорошо, все прекрасно в армии, я вам говорю, что к вам идут ложные доклады. Это сто процентов. Ложные доклады нужно исключать. Значит, и я хочу сказать, эта команда, которая сегодня управляет армией, она не вытянет ничего. Поэтому думайте. В любом случае, за это вы будете отвечать. Значит, теперь, что касается вчерашнего выпада Лаврова. Я тут долго не буду говорить. Долго не буду говорить. Лавров опять стал обвинять Армению во всех смертных грехах. Я вам скажу, что сделал Лавров. Лавров вчера подготовил почву для начала боевых действий, чтобы обменить потом Армению, обвинить Армению, что это Армении во всем виновата, и это подготовка информационного поля для войны и наступления Азербайджана. Значит, да, Армения сделала глобальную ошибку. Я об этом говорил всегда. Нельзя было 9 ноября подписывать о том, что мы открываем все дороги, соединяем две части Азербайджана, Баку и Нахчевань, и даем это под контроль по грамм войскам ФСБ. Это была большая стратегическая ошибка, но когда говорят, что мы никогда не подписывали коридор, но я вам хочу сказать так, это экстрадиальная территория. Если эту дорогу открывают, ее не контролируют Армения, это коридор. Слово коридор там не написан, но по сути это коридор, потому что он находится не под нашим контролем. И поэтому мы не имеем права допускать присутствие там иностранных войск для контроля чего-либо. Вообще, мы не должны открывать дорогу для Нахчевани никак. То есть, дай Азербайджану Арцах подари, а дай Азербайджану Анклавы, открой Азербайджану дорогу, а мы что, уличная девка, должны везде ложиться на спину, где попало, как попало и под кого попало? Так не бывает. Это за что такие привилегии Азербайджану? Во-первых, мы не должны были подписывать в 9 числа то, что там подписали. Речь должна была идти только о Барцахе и все, а не о какой части территории Армении. Так вот, господин Лавров, что я вам хочу сказать. Армения выполнила все, что на себя брала. Вы из 8 пунктов, из 9 пунктов не выполнили ни один пункт. Армения сделала больше, чем могла даже сделать. Даже сделала то, чего не должна была сделать в рамках этого дурацкого заявления. Это туалетные бумаги. Значит, то есть, вы 8 пунктов в Москве с Азербайджаном не выполняете? 8 пунктов. А Армения должна 9 пункт выполнить. Вот вам. Ничего выполнять не будем. Пошли к черту. Это наша суверенная территория. Ничего мы вам не обязаны и ничего делать не будем. 8 пунктов вы выполнили? Вы говорите братский народ армянник, а армянник не братский народ. Вы взяли на себя обязательства по безопасности населения Арцаха выполнили? Нет. Вы даже совместно с Азербайджаном готовили почву для установления КПП для того, чтобы начать душить Арцах. Наплодили там агентуру в лице Ара и Карутюняна и других. Вы из 9 пунктов ничего не выполнили и требуете от Армении выполнение 9 пункта. С чего вдруг? Говорите про свою ответственность. Вы когда пытаетесь нас обвинить, мы понимаем для чего вы это делаете. Вы делаете это с одной целью. С одной. Чтобы подготовить Азербайджан в информационном и политическом плане к его началу действий. Потому что вы опять и Эрдоган и Китай и вы кричите, что вам это нужна дорога для китайских товаров и в том числе обхода санкций. Почему мы должны это делать? А почему мы должны идти против Соединенных Штатов? Почему мы должны принимать участие в столкновениях усиления Китая в регионе и должны идти против США? Почему мы должны стоять между двумя гигантами? Почему вы нас в эту игру вталкиваете? Мы не идиоты, мы не будем в эту игру вталкиваться, мы не должны открывать Сюник, а армянское правительство должно четко понимать, открытие Сюника это усиление Китая, это значит мы идем против Соединенных Штатов, идем против себя и идем на усиление проекта Туран. Вы готовы стать против Соединенных Штатов? Вы реально все прочитали? Я обращаюсь к армянской власти, поэтому я хочу сказать, когда господин Лавров, вы говорите обвиняйте нас во всем, я вам вот говорю и на весь мир говорю, вы не выполнили ни один пункт из этого заявления, ни один, поэтому Армению обвинять не смейте, не открывали эту дорогу, не открываем и правильно делаем, что открывать не будем, пожалуйста открывайте себе там где-нибудь вы отдали Китаю Владивосток, внутриводные пути у Китая уже, не надо нас к этому подталкивать, это ваше решение ложиться под Китай, Армения не готова ни под кого больше ложиться, и мы не допустим, чтобы Армения под кем-то лежала, поэтому вот эти все ваши, то, что вчера было, это был бред, но честно говоря, откровенный наглый бред, который нес министр иностранных дел России, вы предали Армению как союзника, вы предали Арцах, вы установили совместно с Азербайджаном КПП, и 19 сентября ваши миротворцы там бегали, прыгали, становились между нами и азербайджанцами, потом отходили в сторону, и Азербайджан уже оказывался в непосредственной близости, а миротворцы отходили, и мы видим ролики, как ваши миротворцы сейчас там катаются по Степанакерту на каком-то дырявом мотоцикле, кайфуют, смеются, танцуют, поют, и перестаньте позориться, давать мониторинг там уже писать, сегодня в Карабахе было все спокойно, слушайте, смешно, там никого нету, ладно, там в Азербайджане тоже там обкурились, избирательные урны ставят Степанакерти, там призраки будут обдолбанные ходить и голосовать, бросать в эти урны, все вы становитесь смешными, и международная политика сегодня смешная, посмотрите на уровень Орбана, на пример министра Словакии, там, что в Германии, какие речи толкают различные европейские политические кретины, уровень мировой политики упал, кстати, ваш тоже очень низкий уровень, судя по тому, что вы говорите, вообще не соображаете, что вы там несете, особенно этот самый пресс-недоразумение МИДа, поэтому не надо оскорблять опять Армению, обвинять нас, я вам хочу сказать, я армянскому народу заявляю, вчера была подготовка политического информационного поля для наступления Азербайджана, Армению призываю переформатировать страну, убрать подходы срочно, незамедлительно, свой, чужой, наши, чужие, создать мощную интеллектуальную команду, готовить страну, все не за горами, еще не было такого, не было такого, чтобы сказал и не было, и не будет, если я вам говорю, что все закончится для нас плохо, если мы не изменимся, мы все вместе не изменимся, не изменим страну, нас будет жать катастрофа, надо меняться, не смотреть, убрать все разногласия, я не говорю, объединяться всем политическим партиям, это нереально, да и в политических партиях интеллектуалов очень мало или почти нету, интеллектуалы у нас в неполитических партиях, и военные, и в различных других направлениях. На этом у меня все, мои дорогие друзья, я, как всегда, был с вами откровенен, честен, до скорой встречи.